МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Добрый день. Я хотела бы у вас приобрести абонемент на месяц. Вы знаете, к сожалению, у нас абонементы только на полгода. Ну, хорошо. Давайте тогда на полгода. Хорошо. Как вас зовут? Виолетта Забелина. Откуда вы узнали о нас? Ну, знаете, в нашем городе мало клубов такого высокого класса. Кроме того, мой друг Кирилл Няжин сюда ходит. У вас очень хорошая репутация в элитных кругах. Спасибо. Хорошо. Может, Егору можно сделать операцию? Боюсь, нет смысла. Боюсь, нет смысла. Здесь только время поможет. Много времени. Однако стопроцентной гарантии вам никто не даст. Спасибо вам за помощь. Не за что. Обращайтесь. До свидания. Всего доброго. Сергей Иванович, ну, неужели ничего нельзя сделать? Ань, ну, вы же слышали, что сказали мои коллеги. Вы должны быть готовы к тому, что Егор не сможет ходить. Я не хочу быть к этому готова. Значит, значит, нужно найти лучшего физиотерапевта. Вы же всех специалистов знаете. Посоветуйте кого-нибудь. Ну, есть у нас один терапевт. Роман Громов. Он поставил на ноги человек пять-семь абсолютно безнадежных пациентов. Ну, отлично. Дайте мне его номер. Ну, нужно подождать. Он сейчас занят с одним пациентом. Я не могу ждать. Сергей Иванович, я не могу ждать. Пожалуйста, дайте мне его номер. Хорошо, хорошо. Или адрес этого пациента. Я заеду, поговорю. Не волнуйтесь. Так, как еще раз? Роман... Роман Громов. Но я должен вас предупредить, что он использует нестандартные методы лечения. Открыто. Здравствуйте. Меня зовут Анна Корабельник. Мне вас порекомендовали. У моего пасынка травмы позвоночника. У него... Он не может ходить. Мне сказали, что вы можете помочь. Роман, я готова нанять вас за любые деньги. Сил 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 сириквозь. Ё-моё! Как было хорошо. Здравствуйте. Я Николай. Я Анна. То есть, получается, что Роман это вы? Да. Он самый. Я с дедства мечтал научиться жонглировать бутылками. Если бы не Роман, я бы... Ой, да ладно тебе. Если бы не твоя травма, не взялся бы. Да ну тебя. Конечно меня. Кого же еще? Ну, давай работай. Прошу. Сергей Иванович Борисов сказал, что вы можете поставить на ноги моего пасынка. Неправда. Не могу он такого сказать. Скорее, что я могу попробовать. Скажите, а ваша работа с Николаем уже окончена? Почти. Отлично. Тогда я нанимаю вас на целый рабочий день завтрашнего дня за любые деньги. А вы как бронепоезд, да? Снимки покажите. Да. Пожалуйста. Сколько мальчику лет? Пятнадцать. Да, попал парень. Извините, но я не возьмусь. А почему? Случай очень сложный. Я никогда с таким не сталкивался. Но Борисов сказал, что вы поставили на ноги пять или семь безнадежно больных. А он сказал, из скольких? Нет. Из двадцати двух. Но просто Егор, он попал в тяжелую автокатастрофу, он потерял отца. Я сочувствую. А Борисов сказал, что вы именно тот человек, который может сотворить чудо. Анна, чтобы поставить человека на ноги, мне нужно верить в успех. Да, я раньше брался за сложный случай. Но если видел хоть какую-то перспективу, и то, как понимаете, везло не всегда. А здесь… А здесь в успех за вас буду верить я. За меня? Ну, знаете, лишь бы это помогло. Если вы поставите Егора на ноги, вы подтвердите свою уникальность. А если нет, ну, значит, так тому и быть. В любом случае, я буду вам благодарна. Пожалуйста. Я… Я даю вам карт-бланш на любые эксперименты. А вы мне нравитесь. Поехали. Егор. Егор, привет. А это твой новый фидеотерапевт, Роман. А, так этот парень еще и глухонемой. За глухонемого двойной тариф. Что это? Ты привела мне клоуна? А, нет, нормальный пацан. Егор, Роман — лучший физиотерапевт в городе. Он будет с тобой заниматься и обязательно поставит тебя на ноги. Ну, разумеется, если ты сам будешь работать. Я не дурак. И уже все прогуглил. Я не буду ходить. Никогда. Поэтому валите отсюда. Оба. Да, ты прав. Если пациент хочет оставаться больным и жалеть себя, то нечего начинать с ним работать. Но вы же мне платите. За ваши деньги мы хорошо проведем время. Егор, ну, во что любишь играть, а? Шахматы? Ну, может быть, во что-нибудь сидящее? Там, в догонялке, на колясках? Вон отсюда! Больше никого мне не приводи. Егор! Дура! Я смотрю, у вас пылкая семейная любовь. Что вы себе позволяете? Как вы с ним разговариваете? Ты позволяешь. Если ты предъявляешь мне претензии, то говори мне ты. Ты в своем уме? Ты заставил инвалида почувствовать себя неполноценным? Ну, да, да. Ущербными, никому не нужными и так далее. И забыла, что дала мне карт-бланш на любые эксперименты с ним. Так это что? Это у вас… Это у тебя метод такой, что ли? Классная люстра. У меня есть друг. Можно его пригласить в гости? Ты не против? Ты издеваешься? Или это необходимо для терапии? Нет. Я просто соскучился за ним. Так можно? Господи! Приглашай! Кстати, а за что твой пасынок тебя так ненавидит? Сдается мне дело не только в травме. А вот это… тебя не касается. Кирилл, здравствуйте. Это вы мне? Извините, я… Я уже обозналась. Девушка, вы такая красивая. А как вас зовут? Слушай, парень, ты не смеши меня. Понял. Не волнуйся, все будет хорошо. Пора, пациент! У нас напряженный график. Массаж, растяжка, боль, ненависть к массажисту. Пошел ты, массажист. Научись ходить, пойдем вместе. Ты не понял? Мне не нужны никакие процедуры. Я от тебя отказываюсь. Почему? Потому что все бесполезно. Это мой друг Гриша, я тебе говорил о нем. Да, я сейчас открою. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Вы извините за беспокойство. Ничего. Но мне Роман так вашу режиссеру расписал. Привет, дружище. Как дела? Отлично, супер. Ну, вот, собственно говоря, крутой дизайн. Чешский, да? Ну да, да. Покупала в Чехии. Извините, а можно пофотографировать? Да, пожалуйста. Спасибо. Привет. Ну что, пацан, выздоравливаешь? У него, кстати, твой случай. Да ну. Снимки глянь. Ага. Блин, я вроде на свой рентген смотрю. Тебе повезло, что за тебя Роман взялся. На меня все врачи рукой махнули, когда я разбился. А сейчас, видишь, ничего. Хожу, работаю. Ой, ну, хватит меня нахваливать. Ты сам боролся и нюни не распускал. Ну, напрашивается только один вывод, что мы оба крутые. Это точно. Ну, а что это было? Классные фотки, как на выставке. Спасибо, это я снимала. Да ну. Да, но ты не ответил на мой вопрос. О чем ты хотела узнать? Ты же говорил, что до этого никогда не сталкивался с такими тяжелыми случаями. Следовательно, повторяю свой вопрос. Что это сейчас было? Ничто, а кто. Мой друг Гриша, который занимается авторскими люстрами. Ну, у него не было никакой травмы позвоночника. Ты не занимался его реабилитацией. Неа. Да ты аферист. А что, это плохо? Нет, это прекрасно. Это прекрасно. Потому что если, если Егор, не дай бог, узнает правду, будет еще хуже. Он никогда тебя к себе больше не подпустит. А он и так меня к себе не подпускает. А ты что, хочешь ему рассказать о моих режиссерских достижениях? Я — нет. Понимаешь, Анечка, твой мальчик совершенно не хочет работать над своим выздоровлением. А это плохо. Потому что даже стену можно лбом пробить, если верить, что лоб чугунный. Да ты не знаешь этого вундеркинда? У Егора логика ученого. Он ни за что не даст себя провести. Я уверена, что он про свой диагноз уже знает все. Спорим? Спорим. Эй, ты! Кто, я? Да, ты! Ну, начинай свои процедуры, разве что тебе за них платят. Ты хочешь ходить? Да. Я не слышу. Да. Тогда терпи. Понял? Да. Еще немножко. Вот так вот. Молодец. Здравствуйте, Павел, еще раз. Здравствуйте. Дело в том, что у меня возникла небольшая проблемка. Мы сегодня договорились потренироваться вместе с моим другом, Кириллом Няжиным. Но его почему-то нет. Вы знаете, информация о наших клиентах, она строго конфиденциальна. Я, конечно, об этом знаю. Но дело в том, что мы с Кириллом знаем друг друга сто лет. И я просто очень сильно волнуюсь, почему он не берет трубку. Ну, может с ним что-то получилось. Да нет, все в порядке. Он просто позвонил с утра и заморозил свой абонемент на месяц. А-а-а. Спасибо, Паша. Спасибо. Спасибо. Привет. 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 Ну что, поехали? У нас напряженный график. Куда вы собрались? Лечиться. Что это за физиотерапия такая, вне дома? Очень эффективная. Аню с собой возьмем? Нет. Что значит нет? Ну, тогда я тебя никуда не отпущу. Я Романа не настолько хорошо знаю и даже не представляю, что он собирается с тобой делать. Следовательно, я еду с вами. Ну что, приехали? Да, все, приехали. Так, понятно. Опа. Привет, Сань. Здорово. Ром, подожди, я правильно понимаю? Ты собрался Егора катать на катере? Ты сошел с ума? Ответ на первый вопрос. Да, собрался. Ответ на второй вопрос. Я этого не скрывал? Давай. Опа. Ты что, издеваешься надо мной? Какой к черту катер? Рома, оставь его, пожалуйста, в покое. Так, без паньки. Прогулки на катере — это часть моей терапии, чтоб вы знали. Свежий воздух в лицо, единение с природой. Вот что помогает наладить нейронные связи в спинном мозге. Так, принимай. Я никуда не поеду. Давай мне. Поставь меня на берег. Егор, не волнуйся, пожалуйста, все будет в порядке. Расслабься и получай удовольствие. Ань, ну скажи ему. Ну что, ты едешь или остаешься здесь? Конечно, я здесь остаюсь. Ром, что за глупые вопросы? Я еду с вами. Тогда поехали. В таких случаях вообще-то предупреждают. Ну хорошо. Вот я и предупредил. Хорошо, мы с тобой потом поговорим, ладно? Поставь меня, слышишь? Поставь меня! Так, значит так, едем, едем не быстро. И все-таки я не понимаю, какую пользу может принести прогулка на катере? Отличное лекарство, я тебе говорю. Хорошо, объясни, пожалуйста, вот что сейчас происходит с нейронами? Только хорошее с ними происходит. От позитивных эмоций они расцветают и растут в разные стороны. То есть никакого лечебного смысла эта прогулка не несет? Конечно же несет. Радость наша — все. Ты уверен, что Егору не станет хуже от этого всего? Уверен. Где ты вообще учился? И учился ли ты? Я же сама учка. Тогда объясни мне, почему ты лечишь людей? Просто Сергей Иванович видел, как я ставил на ноги безнадежно больных. Например, своего отца. А ты с отцом использовал такие же методы, как с Егором? Не совсем. Я всегда работаю по наитию. Это и пугает. Егор! Все нормально? Держись крепко! Тебе не холодно? Ура! Ура! Сергей Иванович, честное слово, иногда мне кажется, что Роман не в себе. Почему? Потому что у него даже нет высшего законченного образования. Как он может лечить людей? Может. Вы в этом уверены? Уверен. Не знаю. Мне кажется, что он выдумал, что поставил на ноги этих семь человек. В том числе и своего отца. Нет. Не выдумал. Вам достоверно это известно? Я знаю. Потому что перед тем, как Роман взялся за Громова-старшего, его лечащий врач опустил руки. Лечащим врачом был я. Добрый день. Компания «Интеграл». Алло. Здравствуйте, девушка. Меня зовут Ольга. Я администратор спортклуба «Алимпф». Я бы хотела поговорить с господином Нежевым. Вы можете оставить ему сообщение. Дело в том, что я звонила ему на мобильный, но он вне зоны. А у меня конфиденциальный вопрос к нему. Кирилл Владимирович сейчас в отъезде. И вернется только через месяц. Если ваш вопрос действительно важен, можете передать через меня. Не фарт. Не надо. Я не хочу сегодня. Дай мне отдохнуть. А вы здоравливают. Кто у нас будет? Ты или дядя Вася? Я же не говорю, что вообще не надо. Дай мне денек передышки. Послушай, в нашем деле главное — это регулярность. Я сказал, не сегодня. Значит, не сегодня. Окей. Не сегодня, да? Только для начала обыграй меня в дартс. Дартс? Да ты знаешь, кому вызов бросаешь? Лузер. Иди тащи дротики. Ничего себе! Молодец! Ты посмотри. Ах ты так, да? Да. Хорошо. Хорошо. Ну, держись. Аня, а брось за меня разочек. Нет. Ну, давай, давай. Здесь ничего сложного. Ну, я никогда этого не делала. Все очень просто. Целишься и бросаешь. Скажите сразу, что хотите посмеяться. Так? Да. Да. Послушай, больше в дартс не играй никогда. Хорошо? Ну, я же говорю. А сейчас — мастер-класс. Ну, давайте, давайте. Смотрите и учитесь. Вот. Вот. Круто. Ну что, айда на процедуры? Айда. Да. А ты тренируйся. Целься и стреляй. Сейчас. Ну да. Если меня, например, съест акула, ты сам должен будешь делать эти упражнения. Я понимаю, что это неприятно, но зато полезно. Ребят, мне кажется, на сегодня уже надо заканчивать. Ты устал. Я тебя сюда звал? Выйди из комнаты. Но я же хотела… Достало подслушивать. Все, что здесь происходит, тебя не касается. Вообще-то я стараюсь ради тебя. Спасибо, а уже постаралась. Черт, 33 несчастья. Может, хватит уже, а? За что Егор тебя так ненавидит? Ведь ты объективно пашешь на него, как будто тебе за это платят. А он тебя каждый день посылает к черту. Что между вами случилось? Пожалуйста, не вмешивайся в наши отношения. Просто делай свою работу и все. Как скажешь. С удовольствием. Тогда завтра готовьтесь. Почему? Ребят, пожалуйста, давайте сделаем перерыв. Я уже не могу больше. Еще чего. Я пятнадцатилетнего пацана на себе тащу и не жалуюсь. Так, еще чуть-чуть осталось. Самую малость. Чуть-чуть. Нет, все. Стоп. Больше не могу. Все. 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 Знаешь что, я тебе скажу, у тебя серьезные проблемы с физподготовкой. Ага. А чтобы это исправить, тебе нужно каждый день километров пять-шесть вот с этим рюкзачком пробегать и все будет нормально. Видишь ты дерево. Я тебя сейчас убью и там закопаю потом. Это мне понятно. Как страшно. Давай, соберись. Пришли. Вот и место для пикника. Ух ты. А ты думал, я такие места коллекционирую. Ну как? Класс. Очень красиво. Прямо, как на итальянских картинах Брюлова. Все. Все. Дальше сами будете нести. Тихо. Ну что, ты как? Вода есть. У Ани. Ань! А? Дай воды. Сейчас. Сейчас. Держи. Спасибо. Пожалуйста, Егор. Вернулся. Официант счет. Спасибо. Здравствуйте, Кирилл. Такая неожиданная встреча. Очень рада вас видеть. Кристина, здравствуйте. Виолетта. Почти. Ну да. Извините, я такой замотанный. Вы уже уходите, да? Я просто думала, вы составите мне сегодня компанию. К сожалению. Надо бежать. Да, конечно. Я понимаю. Скажите, вы же сестра Вадима, правильно? Да. Как себя чувствует Анна, корабельник, скажите? Анечка? Прекрасно, прекрасно. Оказывается, на людях? Вы знаете, не совсем. Нет, ну, правда, мне ее изредка удается куда-нибудь вытянуть. Вот, например, ровно через неделю у нас запланирована встреча, вернее, обед в этом заведении. Здесь отличный салат с крабами, на самом деле. Это же прекрасно. Знаете что? Я как раз через неделю смогу составить вам компанию. Раз уж сегодня не получилось. А вы знаете, что это будет прекрасно? Я уверена, Анечка будет очень рада. Да. И наша с вами задача будет заключаться в том, чтобы отвлекать бедняжку. От грустных мыслей. Значит так, я буду дрова носить, а ты разжигай, понял? Я в этом не силен. Это тебе не интеграл решать, вундеркинд. Давай учись. А лучше Аню попроси, пусть поможет. Ну что, справишься или помочь? Помоги. Сейчас. Сейчас, подожди. Давай. Еще раз. Держи. Ага. Отлично. Ну вот, дай пять. Спит, как пшеницу продавший. Да, на свежем воздухе нагулялся и вырубился. Я сама уже еле на ногах. Держусь. Как ваше общение с Егором? Наладилось? Лучше. Спасибо. Ты, конечно, меня можешь послать, но я должен сказать тебе, я не знаю, за какие грехи он тебя ненавидит и что там у вас произошло, мне кажется, это надо уже прекращать. Это как-то мешает лечению? Но если Егор тебя не простит и вы не начнете нормально общаться, то он никогда не выздоровеет. Вот так вот пускай будет. Всем привет. Егор. Хай, крестный. Аня. Да, привет. Ну, как себя чувствуешь? Спасибо, не жалуюсь. Молодец. Настоящий сын своего отца. Ты скоро поправишься, я в этом уверен. И помни, если что-нибудь понадобится, я всегда готов тебе помочь. Ань, я могу с тобой поговорить? Да, конечно. Давай. Пойдем. Ну что, продолжим? Два, а четыре. О чем ты хотел поговорить? О продаже нашей строительной компании. Ань, я прошу тебя принять это решение за Егора, и ведь теперь его опекун. А большая часть компании принадлежит ему. Ты уверен? После продажи компании права Егора не будут ущемлены? Конечно, нет. Все абсолютно законно. Но прежде это стоит обсудить с Егором. А вот этого делать я не советую. А зачем его травмировать лишний раз? Тем более Егор может эмоционально отреагировать, не понимая всех выгод сделки. Честно говоря, я тоже слабо понимаю. Почему-то мне кажется, что лучше компанию не продавать. Анечка, я тоже так думаю. Но теперь, когда Вадима с нами нет, мне одному управлять такой компанией очень тяжело. Я просто не тяну. Понимаешь? А продать компанию мы обязаны, чтобы сохранить капитал Егора. Его денежки будут тихо и мирно лежать в какой-нибудь крупном европейском банке, ждать его восемнадцатилетия. Еще и проценты, сверху накапают. Да, это имеет смысл, но… Хорошо. Давай посмотрим с другой стороны. Если вдруг наша компания, ну неожиданно, станет банкротом, что тогда? Егор ведь останется ни с чем. Не знаю, почему-то мне кажется, что он не будет в восторге от этой идеи. Все-таки Вадим всю свою жизнь посвятил этой компании. Согласен. Егор этому не обрадуется. Хотя… Хотя, знаешь, думаю, что со временем Егор все-таки оценит наш с тобой поступок и скажет потом нам спасибо. М? Нет, нет, нет! Как ты могла мне сказать об этом только сейчас, когда уже ничего нельзя изменить? Столько лет. Отец вложил в компанию столько сил. Предательница. Егор! Егор, я ничего в этом не понимаю. Твой крестный сказал, что если мы не продадим компанию, она обанкротится, потому что сам он с ней справится не в состоянии. Ради памяти отца ты должна была научиться вести дела. Я бы научился, в конце концов. Я умнее тебя. Как ты не понимаешь, что я это сделала ради тебя? Мне с этого нет никакой выгоды. Нет. Ты не должна была ее продавать. От тебя одни несчастья. Аня, все прошло, как мы и хотели. Деньги на счет Егора уже поступили. Все получилось так, как я и предполагала. Егор просто в бешенстве от того, что мы продали компанию отца. Да. Я тебя понял. Я с ним поговорю. Где он? В кабинете Вадима. Аня, послушай. Я сделаю все, чтобы вас помирить. Слышишь? Все будет хорошо. Ага. Егор, можно? Нет. Я никогда вам этого не прощу. Вы сделали это за моей спиной. Мальчик мой, похоже, произошло крупное недопонимание. Анна сказала мне, что этого хочешь ты. Ну, а как я мог ей возразить, если тебе принадлежит шестьдесят процентов компании, а мне всего сорок. Ты говорил ей, что не справляешься с управлением? Такими словами, нет. Я сказал, что не трудно. Но это не значит, что нужно все продавать. Я, наоборот, хотел как-то все вырулить. Понятно. Она слабачка. И тряня. Егор, расскажи мне, пожалуйста, как к тебе относятся мачеха. Она меня достала. Я ее видеть не могу. В любой момент, ты можешь обратиться ко мне, я помогу, ты знаешь. Мы через суд добьемся передачи. Я не могу. Спасибо, крестный. Но пока не надо. Я знаю, что по завещанию этот дом отходит ей. Дом, в котором жили мои родители. Я хочу еще некоторое время тут пожить. Ну, а там посмотрим. Мальчик мой. Ты только скажи. Привет. Как дела? Привет. Нормально. Слушай, я чего хотел спросить. Егор любит какой-то спорт? Не знаю. Плавать, кажется, любит. А что? Ага. Плавать, да? Отлично. Пригодится. А хобби у него какое-то есть? Учеба его хобби. Но робототехникой занимается и сам конструирует роботов. Ничего себе. Тогда мне нужны деньги. Много денег. Твой гонорар растет? Не для себя. Мне нужен хороший, дорогой, сломанный робот. А что, такие продаются? Нет, Анечка. Продаются новые. А сломаю я его сам. Кажется, это он. Этот робот стоит кучу денег. Моя сестра балует племянника, а он вечно все ломает. А мне чинить? Ого. Клевая штука. Слушай, а где ты его взял? Я таких на выставке видел. Да не пашет он. Поможешь? С удовольствием. Нужно его схему в инете найти. Знаешь, где искать? Ну, конечно. Я же профи. Что бы я без тебя делал? Ань, не уходи. Поможешь? Да, конечно. Нет. Пусть она уйдет. Почему? Я не буду помогать, если она здесь останется. Да она по-любому что-то сломает. Тридцать три несчастья. Пусть уйдет. Извини, пожалуйста, а ты не подскажешь, куда мне идти? Просто я здесь живу. Да мне плевать. Главное, чтобы я тебя не видел. Погоди, Аня. Егор, ну, Аня, Аня, нам пригодится. Серьезно? Ты правда не видишь, как я стараюсь, как я из кожи вон лезу, чтобы хоть как-то облегчить тебе жизнь? Ты можешь элементарно не хамить. Аня. Слушай, ты истеричка. Если бы ты каждый день не впадал в бешенство, то шел бы на поправку гораздо быстрее. Понял? Не лечи мне мозги. Нет, я буду лечить тебе мозги. Если бы ты их хоть иногда включал, то понял бы, что для продажи строительной компании у Ани были свои причины. Очень веские. А желание придать память твоего отца, как ты выразился, здесь совершенно ни при чем. Аня! Скажи, почему ты о нем заботишься? Заботиться о Егоре — это мой долг и точка. А вот зря ты мне не открываешься. Я бы тебе подсказал что-нибудь. Я подслушала, как Никаноров просил Егора подать в суд, ну, чтобы передать ему опекунство. Ты знаешь, мне кажется, для Егора это было бы лучше. Однозначно нет. Никаноров не сделал абсолютно ничего. Ну, вот где он был? Последний год, да? Ну, у него семья, работа, он занят. Оправдание все это. Мальчик переживает самый сложный период в своей жизни. А где крестный? Даже если Стас выиграет опекунство, выиграет ли от этого Егор? Сомневаюсь. Ты правда так думаешь? Уверен? А по поводу вашей ссоры, ну, потерпи немного. Пускай обида уляжется. Хотя, конечно, характер у него мерзкий. Мерзкий. Мерзопакостный. Спасибо. Не за что. Передай Егору, пожалуйста. Верну. Так, давай. Егор, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Будешь? Да, спасибо. А кто она? Не важно. Настолько не важно, что ты смотришь на нее каждый день. Можно я взгляну? Симпатичная. Я знаю. Ты представляешь, у Егора до аварии была девушка. Звали ее Юля. Ты об этом знала? Что ты слышала от Вадима? У них произошел какой-то разлад, она выключила свой телефон, удалила страничку из социальных сетей. Я вот что подумал. А давай-ка мы ее найдем. В интернете. У меня есть знакомый хакер, он все устроит. Глупости. Она бросила Егора, когда он был здоров. Думаешь, он нужен ей теперь, когда он болен? Откуда ты знаешь, что она его бросила? Это нетрудно догадаться. Слушай, ну мало ли, из-за чего подростки могут повздорить. Ну наверняка какая-то мелочь. А вдруг произошло что-то непредвиденное? Я не понимаю, ты что, сериалов насмотрелся? Нет, я как раз пытаюсь мысли трезво. Смотри, он богатый парень из Лондона. Она простая девочка из провинции. Да чтобы бросить нашего Егора, надо быть полной дурой. Ты это понимаешь? Рассуждаешь, как одна моя знакомая. Ну вот, вот ты бы не пошла на свидание с таким парнем. Ну даже не из-за любви, а просто из-за любопытства. Так все решено, я звоню хакеру. Рома! Я запрещаю тебе это делать. Ну найдешь ты ее и что? Егор получит очередной стресс. Аня, ты сейчас ведешь себя неправильно. Так, я все сказала. Вообще, я твой работодатель. Делай свою работу и не вмешивайся. Борисов звонит. Не мешай. Да, Сергей Иванович. Да, здравствуйте. Так. А, поняла. Да, конечно, будем. Спасибо большое. До встречи. До свидания. Борисов просил Егора привезти на обследование. Так, смотри на молоточек. Угу. Так, хорошо. Давай ручку. Вторую. Головные боли не мучают? Скажите, пожалуйста, через сколько будут готовы результаты? Минут десять-пятнадцать. Больно? Нет. А так? Нет. Как чувствуешь? Ром, пообещай, что все будет хорошо. Обещаю. Сергей Иванович, ну вы скажите хоть что-нибудь. А что сказать? Новости неприятные. Я не вижу позитивной динамики. Как нет? Как совсем? Ну, может быть, просто еще не время? Может быть, может быть. Только все стало гораздо хуже, чем было до этого. Так я и знала. Это все твои методы. Эти походы, яхты. Анна, методы Романа здесь ни при чем. Я вас с самого начала предупреждал, что такое может случиться. А теперь я полностью уверен, что... Что Егор никогда больше не сможет ходить. Мне очень жаль. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н. мы폰ом А.ב�가